Смотря на свою любимую игровую консоль под названием Xbox, хочу сказать, что как устройство, предназначенное для того, чтобы играть в видеоигры, он мало чем за это время изменился. Он так же классно выглядит, он так же бесперебойно работает, запускает все игры и самое главное приносит удовольствие при игре с моими друзьями. Если же вы только что купили это устройство или вас не интересует телодвижение компании, которое управляет судьбой данного бренда и устройства, то в целом для вас эти новости, которые мы сегодня обсудим, вряд ли будут значимы. Поскольку то, что сейчас творится в команде Xbox, в большей степени касается именно будущего этого бренда и устройства. Да, с вами как всегда Джамбо Макс и сегодня мы обсудим то, как Microsoft разрушает Xbox своими решениями. Если видос понравится, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал, а так же пишите свое мнение по этому поводу. Начну с того, что в целом девятое поколение под брендом Xbox Series стартануло довольно-таки неплохо, поскольку Microsoft выпустила сразу даже две консоли, одну мощную, другую более дешевую, и в целом они постарались дать и дали игрокам абсолютно все, что они пожелали. Обратная совместимость, 4К, продолжение любимых франшиз, очень выгодная подписка, такой же удобный геймпад, новые функции, которые до сих пор, кстати, удобны игрокам а-ля Quick Resume. И казалось бы, что могло пойти не так? Если же я после долгих лет на зеленой стороне стал вызывать опасения по поводу того, куда идет бренд, консоли, их игровые франшизы, стратегия, то новые игроки или те, для кого Xbox это как для Sony Boy Play, а именно единственное неповторимое устройство, которое не может иметь минусов, то сейчас, я думаю, многие могут согласиться, что все те самые надежды, которые были вокруг Xbox долгое время, понемногу стали просто растворяться. Прошло уже достаточно много времени с тех пор, пока мы верили в какие-то сногсшибательные игры от Microsoft, идеальную оптимизацию, раскрытие RDNA 2.1, и все в этом духе. И в целом, до сих пор можно верить, что когда-нибудь там какое-то чудо произойдет, но нынешние новости от президента Сары Бонд и вообще в целом про бренд Xbox этого не дают сделать. Да, все мы помним, как в 2021 году к Xbox присоединилась одна из крупнейших и значимых для игроков студии под названием Беседка. Все игроки, в том числе я, понимали, что нас ждет новой Думы, что-то подобное про ее, новый Эвел Визин, продолжение Фоллаута, но что получилось в итоге? Пока лишь вышел обосранный Ред Фолл, довольно спорный Старфилд, вышел неплохой, я даже скажу, крайне добротный Хай Фораж, который сами Xbox нахваливали и гордились данным проектом. Но недавно Майксу взяла и закрыла те самые 4 студии, которые как раз-таки нам и подарили тот самый Прейс, делали Ред Фолл, делали для нас Эвел Визин Хай Фораж, делали мобильную игру Дум, ну а также занимались поддержкой The Elden Scroll Online. Эту новость, конечно, можно рассмотреть как типичный случай в игровой индустрии, ибо всегда кто-то покупается, закрывается, открывается, но если же по трем студиям это было как-то понятно и пофигу, то никто из игроков не понял, каким образом после довольно успешного Хай Фоража закрыли именно Танго. Конечно, Сарабон попытался объяснить, что это нужно для некого баланса и бедной Майкрософту, у которой не так много денежек, чтобы выжить в условиях тогда, когда рынок не растет, но я еще раз повторяю, почему закрыли ребят, которые сделали ту игру, которая как раз-таки им была и нужна. Откуда, кстати, я это знаю по поводу нужна? А все потому, что Мэтт Бути сам об этом сказал, ну то есть понимаете, да, абсурд ситуации? Майкрософт закрыла тех ребят, которые сделали небольшую, но классную и высокооцененную игру, и даже, скажу больше, собирал сделать продолжение, но потом Мэтт Бути заявляет, что им нужно больше таких игр. Вау, офигенная логика, не правда ли? После таких решений, мне кажется, ни для кого не секрет, что у Майксофт компании творится просто дурдом, и непонимание, что вообще им нужно сделать. И на мой взгляд, тут есть несколько вещей, которые как раз-таки очень сильно мешают Иксбоксу наконец-то встать на правильные рельсы. Первое и очень важное, это руководство. Я много раз говорил и скажу еще раз, увы, но люди с огромными денежными средствами, инвесторы там всякие, никогда не услышат тех, кто находится внизу. И поскольку люди, принимающие решения, не играют и не получают удовольствие от игр, они никогда не поймут обычных игроков и индустрию. Да, у них есть статистика, на которую они опираются, проводят анализы, но проблема в том, что данные могут просто не сходиться с реальностью во многих случаях. Например, студия Arkane, которая всегда делала классные одиночные Мерси Симы. Казалось бы, если ребята специализируются на этом, ну дайте им возможность продолжить свое дело. Нет, великолепные руководства, видя сколько бабла приносят игры-сервисы, попытались примкнуть к этой всей идее. Супер. Ну итог вы все знаете. Также я сразу отнесу сюда и отсутствие должного контроля, и полное непонимание того, какими игры должны быть. Второе, немаловажное и на мой взгляд самое проблемное, что зарядило просто комп проблем с играми Microsoft, это изменение правил рынка в виде подписочных сервисов. Увы, но как бы не была хороша подписка Game Pass для игрока, она кстати реально классная и выгодная, даже за 20к рублей в год, для компании, увы, это невыгодная тема уже давно, и скажу даже больше, рынок подписок перестал развиваться. И сейчас, за счет своей щедрости, игра в первый день выхода, неважно какая, Microsoft страдает и не понимает, как ему сидеть на нескольких стульях. В то же время им хочется держать их руков и не заканчивать то направление с подпиской, которое они развивали долгое время и упорным трудом, ибо это очень сильно отразится на репутации. Но в то же время они понимают, что такая вот щедрая раздача игры в день релиза, попросту не позволит им сделать кассу в той или иной игре. В далеком 2018 году я верил, что Microsoft сможет достигнуть такого показателя подписчиков, которые смогли бы позволить им комфортно делать хорошие игры и идти дальше, но я не угадал, у них этого сделать попросту не получилось. Я думаю, что вы понимаете, что Call of Duty в геймпассе майкам и игрокам будет стоить очень дорого, либо в виде репутации, либо же в виде ценника. И да, в связи с этим, Xbox думает над новым тарифным планом или увеличением стоимости при попадании колды в геймпассе. С точки зрения бизнеса это правильно, но как с точки зрения игроков и как вот они вообще отнесутся, тут на самом деле вопрос спорный, потому что отнестись можно по-разному. Конечно, за все это можно осудить майков и сказать, что вот какие вот они скоты, но это бизнес. И поскольку они затратили очень много, все это должны в какой-то момент отбить, поэтому не удивляйтесь, если подписка подорожает, либо же некоторые игры с первых дней будут выходить не в подписке. Также за счет геймпасса, я думаю, майки решились на такой ход, как выпуск своих экзов на плойку. И если же сначала надо мной сменялись и говорили, что это бред, они никогда не будут выпускать свои эксклюзивы на PlayStation, даже после первых сливов, а именно там море воров, пентимин и так далее, то сейчас данные новости мелькают все чаще, я бы готовился к тому, что практически все франшизы могут улететь на сторону конкурента и объяснение тут простое. Игроки Xbox, они не поддерживают Xbox рублем. Да, они пользуются подпиской, играют в игры, что типа немало важно, но для игр самое главное, чтобы они покупались. И если же на стороне Sony такое есть и там очень охотно покупают даже игры от Xbox, скажите мне, пожалуйста, а есть ли смысл Microsoft, то не продолжайте это делать. Им это невыгодно. Поэтому, чтобы хоть как-то сделать нормальную кассу своих игр и заработать как можно больше денег, им придется выпускать свои игры на PlayStation. И если же сейчас это вообще неплохо, то в будущем это может привести все больший отток пользователей с Xbox, при условии того, что там и так аудитории не прям много. Чем меньше аудитории, тем больше будут забивать на оптимизон. Чем забивается больше болт на оптимизон, тем меньше это будет нравиться игрокам. Чем меньше нравится, то больше вопросов, а не сменить ли мне это устройство на другое. Как бы тупо это ни звучало, но Microsoft для своей же аудитории почему-то не смогла сделать лучшей версии. Это мелочь, но так или иначе это есть. СНГ пока может не согласиться со всеми такими вот новостями о заявлении о какой-то там очередной смерти Xbox, но все из-за того, что им на это все равно. И им просто пока нужно устройство, где можно дешевле приобретать игры, но я думаю, что с этим майки тоже будут в скором времени бороться намного активнее. И как только она отрубит данную возможность, все вдруг последние и будущие игры от майков будут мешать просто с говном. Как ни крутите, но ценник тоже очень важен в данном плане. И самое обидное в этой ситуации, пожалуй, за игры. Мало кто учитывает, что Microsoft это одна из самых крупнейших компаний, которая имеет очень много ресурсов, возможностей, технологий, первоклассных специалистов. И сейчас под ее крылом находится реально много классных и знаменитых франшиз. Но вместо того, чтобы акцентировать свое внимание на качестве игр, они занимаются непонятно чем. Тот же Redfall они могли бы без проблем отменить. И я уверен, что многие знали о проблемах и почему это не было сделано непонятно. Как они там просрали Halo Infinite. Как они сделали очень спорный Starfield. И многие при этом задаются вопросом, а почему подписка не растет, а все потому, что там нет классных добавлений уже долгое время. Да, кто-то может порадоваться добавлением старых хитов, но это не усиливает рост подписки. И ей это не позволяет развиваться. Ибо все сейчас к ней привыкли настолько, что люди могут просто купить ее на 14 дней, пройти все, что нужно и отписаться. И такого непрерывного потока, как был раньше, в начале, да, ну просто не будет, потому что игр сейчас выходит не столько много и не столько их классных. И если же посмотреть вокруг, станет понятно, что классные игры покупаются независимо от того, сколько они стоят. Они все еще продвигают и бренд, и консоли и так далее. И у майков с играми большая проблема, которую они видят, но почему-то не решают. Окей, выйдет скоро Hellblade 2, который был анонсирован с момента анонса выхода данной консоли. Она, кстати, выйдет уже на следующей неделе. Но скажите мне, пожалуйста, а кто ее активно-то ждет? И если реально взглянуть на игру, то многим на нее просто насрать. Ее не особо ждут, потому что даже мало кто знает о ней, и потому что у нее нету тупо маркетинга. Да, конечно, Майксов выкладывает там какие-то картинки и так далее, но это просто мелочь в море. Если она все-таки стрельнет по графону и еще чему-нибудь, она все равно не сможет сделать кассу, ибо у игроков нету смысла ее покупать, ибо она есть в подписке. И тут получается какой-то замкнутый круг. И поскольку Майки уже давно смирились с тем, что консоль Xbox это не самое главное звено в их игровой системе, они не особо будут стараться привлекать игроков именно туда. Ибо это просто пройденный этап, который у них сделать просто не получилось. Для меня это, кстати, очень показательный момент, что просто огромнейшая компания все эти годы, несмотря на действительно отличные решения, именно подписку, обратную совместимость, какая-то лояльность, классная техподдержка, просто не смогла продвинуть свое устройство так, как это сделала, например, там, не знаю, Nintendo или PlayStation. Если вы все еще думаете, что у Xbox все хорошо, особенно в СНГ, то пройдитесь как-нибудь по магазинам. Вы удивитесь, но Xbox вы хоть и сможете где-то найти, но его уже не так активно завозят. Нету многих аксессуаров, ибо люди просто не покупают его. Зато посмотрите на ту же плойку пятую, ее дофига. И смотря на все эти новости с ошибками с DNS, с отсутствием нормы игр, в целом это неудивительно. И что касаемо их, а именно эксклюзивных игр, мне кажется, их уже делать поздновато. Поскольку вместо того, чтобы предоставлять что-то только для своих клиентов, да, эксклюзивно, им выгоднее сейчас расшириться на все платформы, отчего выход игр на плойку куда более логичный вариант, чем продолжать оставаться закрытыми только в системе Xbox. Поэтому мне кажется, что это последние годы Xbox в том виде, в котором мы его видим сейчас. И в ближайшем будущем от Xbox останется лишь название, которое будет уже иметь понятие как Microsoft Gaming. Я думаю, что все точки над игрой ставят ближайшая презентация, которая будет в июне, которая нам должна по сути рассказать о том, что будет с колдой, подпиской, какие игры нам ждать и когда будут новые эксклюзивные игры, которые выйдут еще и на плойку. И несмотря на это, я вам рекомендую одно. Играйте на том, на чем вам больше нравится, а дальше будет видно. Но мне лично не особо верится, что Maxwell сможет повторить свой успех, как это было с Xbox 360, и вряд ли она сможет мне предоставить столько же эмоций, сколько же предоставил восьмом поколении консоли Xbox One. Возможно, я, конечно, не прав, но поживем и увидим. На этом, в принципе, все. Большое спасибо за просмотр. Если видос вам понравился и вы согласны с моими мыслями, прожимайте лайк, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока. Надеемся, что с Xbox все-таки все будет хорошо. Подписывайтесь на канал.